ребят всем привет меня зовут сергей ефремов я кей инженер я тестировщик живую работаю в калифорнии а также преподаю в нашем курсе кмэнл к автомашин инженер и мы учим тестирование ребят мы учим на кмэнл на кмавтомейшн и кому интересно посмотрите пожалуйста ссылка в описании и сегодня мы с вами поговорим о рынке труда за прошедшую неделю о рынке не просто труда о рынке кей за прошедшую неделю о том что творится на рынке тестирования какие вакансии есть сколько вакансий какие вакансии наиболее востребованы в каких компаниях есть вакансии сколько за это платят и мы также посмотрим рынок труда в америке как обычно в украине в белоруссии и в россии окей хорошо поехали как всегда нам поможет сделать обзор рынка труда наш помощник сайт линкен огромная площадка по поиску работы в интернете если кто-то еще на линкенде регистрируйтесь и получать хорошую работу на этой неделе ребят у нас маленькое обновление один из наших зрителей подсказал нам очень хороший такой лайфхак замес qi да заместо просто словосочетание ки можно набирать quality assurance и вам выходит больше вакансий представляете и прям не на одну больше на 2 а на несколько тысяч больше вакансий во-первых хочу поблагодарить нашего зрителя большое спасибо и за то что нам подсказали вообще от всех от всего комьюнити потому что сейчас у всех инженеров всех будущих инженеров настоящих инженеров у всех появилась возможность больше смотреть и оплаяться на большее количество вакансий большое вам спасибо на этой неделе ребят у нас открытых 125 900 вакансий почти 126 тысяч открытых вакансий для ки инженеров для тестировщиков это на рынке сша вообще если взять если мы посмотрим по компаниям те компании нанимают на самом деле стандартный список до процентов 10 это брендовые компании процентов 90 это либо не брендовые либо вообще никому не известны компании, но которые платят огромные деньги. Средняя зарплата 100 тысяч долларов в год получается на американском рынке для тестировщиков, для кей-инженеров. Я говорю как и мену, так и автомейшн. Средняя зарплата. Конечно, мену будет получать чуть меньше, автомейшн чуть больше, но в среднем будет медиана около 100 тысяч долларов. И помимо тех компаний, которые есть, вот посмотрите просто список, как я говорю, стандартный список. У нас есть и Apple, и Coca-Cola, и Albertson, и вот Reflection, какая-то новая компания, и eBay, и вот какие-то неизвестные Carat компании, или Global Payments, прочее, Snap, Zooks и прочее. Вот помимо этого, ребят, помимо стандартного списка, я хочу еще обратить как бы на зарплату внимание. Вот смотрите, в Лос-Анджелесе 110-120 тысяч долларов. Вот такая зарплата. Дальше, Pleasanton, Калифорния, от 74 до 136 тысяч долларов. Если смотреть в целом на зарплатах, зарплата очень хорошая. Не все компании их публикуют, я специально проматываю для вас список, чтобы посмотрели вообще, какие из компаний, сколько из них публикуют зарплаты. Не все публикуют. Об этом можно договариваться. Но опять-таки, вот смотрите, от 83 до 179 тысяч долларов в год. Плюс медицинская страховка, все, и это Samoteo, это Silicon Valley. Но все равно очень хорошая зарплата, даже для Silicon Valley. Еще раз скажу, зарплаты средние, составляют порядка 100 тысяч долларов в год, но где-то больше, где-то меньше. Зависит также от мотерии, в которые вы оплатитесь. На нашем канале есть хорошее видео на этот счет. Посмотрите, я рассказываю там о том, где лучше начинать карьеру тестировщика, в каком штате и где лучше оплатиться на работу, на первую свою особенно работу. И в плане зарплаты тоже. Где-то можно получать большую зарплату, но вы за квартиру будете очень много отдавать. Где-то можно получать поменьше зарплату, но большая часть этой зарплаты будет оставаться у вас в семье, в вашем бюджете. Посмотрите хорошее видео на нашем канале. Она называется «Первая работа тестировщика, в каком штате лучше получать работу Киэй». По сравнению с прошлой неделей, ребят, рынок вырос. Рынок вырос на 10 тысяч вакансий. Но это и благодаря тому, что мы набираем колоти Ашурс в том числе. Просто больше вообще есть вакансий на рынке по сравнению с прошлой неделей. Тенденция сейчас позитивная. Теперь давайте посмотрим, сколько было запустино компаниями за прошедшую неделю работ. И на самом деле это почти 30 тысяч вакансий. 27 тысяч 200. 27 тысяч – тоже очень хорошая цифра. За неделю, ребят, столько новых вакансий появилось за неделю на рынке труда для тестировщиков в Америке. 27 тысяч 202 вакансий за неделю. Очень хороший результат. Далее по Experience Level. Вы уже знаете, да, что у нас есть 125 тысяч 900 вакансий. Из них, давайте посмотрим на Entry Level и на Associate. То есть это самые начальные уровни тестировщиков. Те уровни, когда вы заканчиваете курсы, когда вы выходите на рынок. Из них 87 тысяч 900, ну почти 88 тысяч рабочих мест и 125 тысяч. На самом деле это 85% работы. Это для начинающих тестировщиков, те, которые заканчивают курсы, в том числе такие, как у нас, и выходят на работу. Вот для вас эти вакансии, ребят. Теперь я бы вам хотел показать еще по full-time. Здесь job type full-time. Давайте выберем и посмотрим, сколько из этих вакансий, из 125 тысяч full-time. На самом деле много. У нас 106 тысяч 652 вакансии. Это опять-таки порядка 85%. Это full-time работа. Что такое full-time работа? Это полностью, ребят, оплаченные бенефиты, медицинская страховка для вас и для вашей семьи. Это пенсионные накопления. Это гарантия того, что вы будете какое-то время стабильно, пока не решите куда-то перейти, будете стабильно работать в этой компании. 106 тысяч 652 вакансий на сегодняшний день на американском рынке на full-time. Теперь давайте посмотрим, сколько у нас по компаниям, сколько по конкретным компаниям. И, как всегда, мы начнем с компании Apple. В компании Apple на самом деле на этой неделе 144 результаты. Это меньше, чем на прошлой неделе. На прошлой неделе было 241 результат. То есть много тестировщиков набрали. Понятно, многие хотят попасть в компанию Apple и изнутри США, и на outside country. И поэтому много очень набирает компания Apple. Очень хорошо. Я поздравляю тех, кто получил свою работу в компании Apple. Дальше. Компания Amazon. В компании Amazon на прошлой неделе у нас требовалось 815 кей-тестировщиков. На этой неделе 647. Видите, ребят, почти 200 человек взяли. Очень много. Компания Amazon большая, она очень хорошо берет. Но опять-таки, посмотрите на зарплаты. 101 тысяча, 141 тысяча, 116, 101. Отели еще зависит. Отели там, где берут, ну и от должности тоже. Чем больше должность, тем больше платят. Вот. Опять-таки, 147 я вижу, 141, 141. Много. Хорошая очень зарплата в компании Amazon. Facebook. Давайте посмотрим на Facebook. Facebook. И в компании Facebook 138 результатов. На прошлой неделе было 158. Тоже много поступило в брендовые компании людей. Я очень рад. Давайте посмотрим наш гигант, как всегда. Это Walmart. Walmart очень много набирает всегда тестировщиков. Я не знаю, может быть, не все обращают на это внимание, ребят. Но всегда очень много Walmart берется для тестировщиков. 2258 открытых вакансий в одной компании Walmart. Пожалуйста, оплатьтесь, получайте работу. Компания Microsoft. Компании Microsoft на сегодняшний день 40 результатов. На прошлой неделе было 101. Представляете, вот 61 человек получил работу в одной компании Microsoft. Именно тестировщик. 61 тестировщик в одной компании получил работу за одну неделю. Очень хорошо. Компания Kroger. Компания, которая имеет продуктовые магазины по Америке. У них много брендов. У них тоже хорошие результаты всегда по найму. 1396 кей-тестировщиков им требуется на сегодняшний день. Пожалуйста, ребята, оплайтесь и работайте в компании Kroger. Медицинская компания CVS. У них аптеки и магазины вместе продуктовые. У них тоже очень большие цифры по найму идут. 3859. Много, да, много. На прошлой неделе было 3900. Тоже компания активно нанимает, но по-прежнему очень много требуется. Ребята, кто ищет работу, пожалуйста, оплайтесь CVS. У них очень много локейшнсов вообще по всей стране. Компания Quest. Медицинская компания, лаборатория у них 1312. На прошлой неделе было 1456. Тоже активно нанимают и активно дают работу тестировщикам. Вот такие результаты, ребят. Как всегда, посмотрим по уровню зарплаты. Мне всегда интересно, на самом деле, зарплата более 200 тысяч. Сколько таких вакансий вообще на рынке? Давайте посмотрим. И более 200 тысяч долларов. На сегодняшний день в колоте Ашуренс у нас 373 вакансии открытых. На прошлой неделе было 230. Представляете, 150 рабочих мест на сегодняшний день есть в Америке для тестировщиков зарплаты более 200 тысяч долларов. Приходите, учитесь к нам на курс, заканчивайте курс, работайте успешно и получайте зарплату 200 тысяч долларов в год. Очень-очень хорошие такие результаты. Ребят, по поводу зарплат понятно. По поводу поиска работы тоже понятно. Я сейчас хотел бы вам показать, как вам можно будет работать. Я бы вам хотел показать те результаты, которые компании вам хотят представить. Фотографии ваших будущих рабочих мест. Я думаю, вам будет интересно. Компания Samsung. Она нанимает активность. Смотрите, работа тестировщика – это интеллектуальная работа. Вы сидите в офисе, работаете за компьютером или работаете из дома, пока пандемия идет. Вот посмотрите, какие счастливые лица, как люди отдыхают, как они кушают. Вместе проходят совещания у них. То есть народ счастливый, кушает барбекю, радуется жизни. Видите? Встречаются там у них семинары, сессии проходят. Есть, кстати, корпоративные университеты. Ну, просто работа великолепная. Это брать вообще, я имею в виду, работа тестировщика. Вот смотрите, какие счастливые лица работают в инжиниринге, в тестировании. Это ваша будущая работа. Пожалуйста, приходите к нам на курс, учитесь и работайте в такой отрасли. Компания ServiceNow. Компания ServiceNow, она расположена в Санта-Клари. Это Silicon Valley. И она очень активно расширяется. Прям очень активно. Они уже много вокруг основного здания, билдинга, еще офисов у нас строили за последний год, по крайней мере. И вот смотрите, да, в каких условиях чистеньких, красивых, за компьютерами, сидя с ногами на стуле, но тем не менее, людям комфортно. Вот так вот в таких офисах работают люди. Пожалуйста, если вы хотите работать в их офисах, за компьютером, учиться, развиваться, пожалуйста, учитесь вот у нас на курсе, приходите, работайте в компании, в том числе в ServiceNow. Компания Apple. Ну, компанию Apple вы без меня знаете, но просто хочу вам показать именно, как выглядит работа в компании Apple. Вот несколько фотографий из компании Apple. В компании Apple, кстати, в Купертино у них есть корпоративный университет. То есть вы можете и работать, и еще одновременно повышать свою квалификацию, учиться. И это все бесплатно. Вот, пожалуйста, смотрите, какие люди работают в компании Apple, чем они занимаются, как они тестируют продукты. Кстати, там очень-очень много русскоязычных, прям очень много. Дальше. Анахейм. Насколько я знаю, это Южная Калифорния. Ну, давайте посмотрим на эту компанию. Компания X-Tron. Я на самом деле не знаю эту компанию, но мне понравилась, как выглядит работа вот в этой компании. Опять-таки, инженеры – это сборная солянка из всех национальностей. То есть, если вы не знаете там Perfect English, это ничего. Все говорят на не Perfect English. Смотрите, как люди работают, чем они занимаются, как выглядит ваша работа и сколько счастья в этих глазах. И в том числе и тестирование проводят. И видите, у них машины есть, изучают все в классах. Очень такая вот интересная работа. А по поводу зданий, смотрите, в каких зданиях люди работают, в каких офисах. Компания Cognizant, наверное, MT. Аббревиатуру, ребят, я не совсем скажу MT, где это. Ну, я точно знаю это в Америке. Но по расположению, смотрите, видите, About the Job. На самом деле, во многих штатах есть офисы этой компании. Но давайте посмотрим, как работают люди в этой компании. Тут несколько фотографий есть. И вот смотрите. Людям нравится их работа. Судя по счастливым лицам, очень нравится их работа. Как работают такие инженеры, ребят? Как вообще строится работа в инжиниринге? HBO. Компанию вы без меня знаете, да? Это телевизионная компания. У них много контента и кабельные сети. L-Segunda конкретно это вакансия. По-моему, L-Segunda это Южная Калифорния, насколько я знаю. Пять дней назад вакансия размещена. Давайте посмотрим, как люди работают в HBO. На самом деле, компания большая. К интертейменту она относится. И смотрите, у них до пяти тысяч имплой. Это очень много. И вот давайте посмотрим на счастливые лица людей. Как улетит компания HBO изнутри. Видите, работа очень-очень приятная. В коллективе хороших, добрых, умных людей. Так, идем дальше. Компания Soda, насколько я вижу, да? Los Angeles. И если честно, я не знаю об этой компании, но вот интересное такое название. Во-первых, Senior Quality Assurance Engineer будет там получать до 120 тысяч долларов. В Лос-Анджелесе это хорошая зарплата. В Лос-Анджелесе вы можете как бы за недорого квартиру снять и получать 120 тысяч долларов, и большая часть этих денег, прям большая часть, будет оставаться у вас в бюджете. Давай теперь посмотрим, как работают люди в этой компании. Ребят, ну, первое, что я хочу сказать, что компания это небольшая. Смотрите, до 50 имплой, 58 вот на LinkedIn. Компания небольшая, а платят большие деньги. Очень хорошо. Во-вторых, смотрите, вот как выглядят люди, кто они, да? Все счастливые, все довольные жизни. Гуляют на хайке в районе Голливуда. Катаются на лыжах. Пати у них проходят. И даже можно с собаками. Кстати, во многих офисах можно с собаками приходить на работу. Я во многих офисах ее работал, можно было с собаками, с домашними животными приходить на работу. Вот. Ну, еще одну компанию покажу, eBay. И я думаю, что у вас уже есть понимание, да. Ну, во-первых, eBay расположен везде по Америке и даже не только по Америке. Ну, во-вторых, именно этот офис Сан-Франциско. Давайте посмотрим, как он выглядит. Ну, компанию eBay вы и без меня знаете. Вот, давайте посмотрим, как выглядит компания eBay изнутри. Очень приятно. И я, на самом деле, не удивлен. Одна из богатейших компаний вообще. Смотрите, джим внутри есть. Да, спортзал. Можете на перерыв ходить в спортзал и заниматься там спортом. Такие офисы. Кстати, как я говорил, офисы по всей стране, поэтому, возможно, вот этот офис конкретно может быть даже где-то в Колорадо. Я не уверен, если eBay в Колорадо, надо загуглить. Ну, вот горы выглядят, как колорадские. Ну, такой приятный офис. Окей. Теперь, ребят, давайте поговорим. Теперь давайте поговорим о рынке России. Что у нас на рынке России на сегодняшний день? На самом деле, рынок вырос. На сегодняшний день на рынке России 6 225 вакансий. Это на 118 вакансий больше, чем на прошлой неделе. Рынок растет очень хорошо, мне очень нравится. Во-вторых, смотрите, как всегда, львиная доля у нас в Москве 2169. Но, как всегда, по городам очень много расследоточено вакансий. И это, знаете, ни одна, ни две, ни три. Вот, например, в Татарстане 195, Свердловская область 199, Санкт-Петербург 884, Воронежская область 109, Ростовская 99. То есть везде ни одна, ни две. Много вакансий. Видите? Специально пролистаю. Алматы 38, Тульская область, Гомель, везде есть. Ребята, смотрите, вот прям даже на Кипре есть. Я шучу. Ну, это, видимо, кипрский проект, но нанимают в России. Таких проектов много. Тут, видите, вот даже из США есть три вакансии, которые нанимают на рынке России. Видимо, просто дешевле нанимать специалистов. Чехия, Израиль, Грузия, Азербайджан, Черногория. Видите? Есть другие многие страны, которые нанимают российских специалистов. Просто так дешевле для них вести проекты. Во-вторых, мне знаете, что стало интересно? У нас, как всегда, хорошие зарплаты здесь. И много даже можно отлить без резюме. То есть даже если у вас нет резюме, вы все равно можете оплавиться и с вами будут разговаривать. Главное показать то, что вы умеете делать. Во-вторых, зарплаты, как всегда, удивляют. От 120 тысяч рублей, да? Вот, пожалуйста, без резюме можно оплавиться. Дальше 70 тысяч рублей. Москва, но не так много. Дальше это киевская вакансия Snapchat. Вот здесь, смотрите, Москва. Можно работать из дома от 100 до 190 тысяч рублей. Очень хорошее. И средняя такая медиана порядка 150 тысяч рублей. Немножко пролистаю вам. Видите? Вот. Кстати, вот на вакансию досталось 50 тысяч рублей. Даже никто не оплавился еще. Будьте первым написано. Большинство из этих вакансий вы можете оплавиться, закончив даже наш курс мену. У нас есть базовый курс мену. Пожалуйста, приходите, учитесь и заканчивайте, и работайте. Если вы закончите курс автомейшн, вам еще больше вакансий открыто будет. Потому что автоматизация, она дает больше зарплату, и, соответственно, больше вакансий у вас будет доступна не только мену, но и автомейшн. Но по зарплатам, видите, мне ничего не нужно вам объяснять. Вы сами понимаете, что такое 1200 долларов, да? Или полторы тысячи долларов. Вы отлично видите зарплату. Или от 2000 евро. Санкт-Петербург. Я, кстати, это Майн ОК инженер. Видите, Майн ОК инженер получает от 2000 долларов. Простите, евро. Даже не долларов, а евро. Мне стало интересно, а сколько вакансий тут есть? Вот видите, нет опыта. Я специально хочу кликнуть, нет опыта. И тогда у нас фильтр появляется вот здесь. Здесь немножко внизу покажу. Вот здесь фильтр, нет опыта. И у нас без опыта 477 вакансий. Предполагается, что вы можете вообще не иметь никакого опыта, и у вас почти 500 вакансий вам открыто. Пожалуйста, оплайтесь. Зарплата в этом случае, конечно, будет не 180 тысяч рублей, но вот 90 тысяч рублей, пожалуйста, есть даже в Москве. От 150 тысяч рублей. В основном зарплата будет небольшая, но опять-таки от вас опыта не требует. Как бы отлично, да? Дальше. Теперь давайте пойдем на рынок Украины. На рынке Украины у нас сегодня 289 вакансий для тестировщиков. На самом деле это на 14 вакансий меньше, чем на прошлой неделе. Рынок Украины активно нанимает, но не так активно постит вакансии. Ну, опять-таки, мой стандартный вопрос к вам, ребят, да? А сколько вам нужно вакансий для того, чтобы вас взяли на работу? На самом деле одна, ну две, ну три. Потом будете просто из трех выбирать, и на одну пойдете. Вот одна, две, три. А остальные 286, это так, приятно, что они есть, но не обязательно. Поэтому даже если 289, все равно я считаю, что этот рынок хороший. По городам, смотрите, где у нас есть вакансия. По зарплате рынок Украины очень хороший. Средняя зарплата полторы-две тысячи долларов, да? Вот я вижу, и три есть тысячи долларов. Но средняя полторы-две тысячи долларов, это стабильно, видите? Вот, кстати, Q&A Team Lead, кто уже может на Q&A Team Lead, ребят, пять тысяч долларов. Это в Киеве. Это не в Силиконовой долине. Это в Киеве пять тысяч долларов. Или вот, смотрите, Q&A Automation Engineer в Киеве. Три тысячи долларов. Заканчиваете у нас курс Automation, то даже без резюме можно оплатиться. Вот, и приходите, на три тысячи долларов работайте. Вот такие вот зарплаты. Q&A Automation на Пайтоне. Кстати, вот мы учим на Пайтоне в Одессе. Да? Три тысячи долларов. Пожалуйста. Дальше, Q&A Automation. Три триста. Очень хорошая зарплата. Мне нравится. Q&A Automation в Харькове. Три тысячи долларов. Окей. Теперь давайте перейдем на рынок Белоруссии. На рынке Белоруссии на сегодняшний день 484 вакансии. И это на 11 вакансий больше, чем на прошлой неделе. То есть рынок Белоруссии не только активно нанимает, но и плюс еще публикуются новые вакансии, которые перекрывают потребности на предыдущей неделе. Окей. По городам, смотрите. По городам вот здесь у нас очень много вакансий. В основном у нас, конечно, в Минске или иная доля, но все равно есть у нас вакансия. Идем дальше. По зарплатам рынок Белоруссии всегда отличался тем, что зарплаты не всегда здесь публикуют. Ну и по опыту вам скажу, что здесь примерно такая же зарплата, как и в Украине. Хоть и публикуют там от 350 USD, но manual web-based application testing. Это обычный manual testing. Это вот вообще очень-очень легко, ребята. Этому вы можете научиться за один месяц учебы у нас на курсе. У нас курсы идут по 11 недель, но за один месяц вы уже будете вот это уметь делать. Можете начать работать. И плюс дополнительно еще будете продолжать учиться и где-то, может быть, даже на другую работу будут переходить. Смотрите. Специально хочу пролистать по зарплатам, посмотреть. И по датам. Даты все свежие, смотрю. Видите? Кстати, ручное тестирование. Очень много мануальных позиций для себя отмечаю. По зарплатам, как я сказал, рынок Белоруссии всегда отличался тем, что зарплаты не публикуются, но в среднем зарплата 1,5-2 тысячи долларов – это обычная средняя зарплата. Всегда можете оплавиться. Меня очень радует, что рынок Белоруссии растет. Теперь давайте посмотрим, ребят, на наш сайт Superjob. Superjob – это вакансии в основном по России. И на сегодняшний день 191 вакансия по запросу Key Engineer. Вы можете разные сочетания попробовать. Key Engineer, Key Tester, Key Main Engineer. Но больше всего выходит по Key Engineering. Я уже правил. Просто Key Engineer набираете, больше всего будут выходить вам вакансии. В большинстве здесь, конечно, в Москве, но тут много уникальных вакансий, которых нет на других площадках, как я говорил. А зарплаты, видите, зарплаты-то очень хорошие. И, кстати, вот 200 тысяч рублей в месяц. Кстати, зарплаты на американском рынке публикуются в год, то есть там 150 тысяч долларов – это в год. На российском рынке, как видите, это в месяц. 160-200 тысяч рублей в месяц, 80-100 тысяч рублей в месяц, 75 тысяч рублей в месяц, ну и прочее. Ну, смотрите, где кому подходит. Но самое интересное, ребят, на этом же сайте на прошлой неделе у нас было 348 вакансий. Я не знаю, то ли наш еженедельный отчет повлиял, что люди пошли на этот сайт, стали активно оплавиться, то ли вот что-то произошло. Но половина вакансий уже была закрыта на этом сайте за неделю. Представляете, наняли людей. Но, как всегда, у нас есть вакансия, я сейчас не буду выводить, но она есть, в Сколково. В Сколково нанимают без опыта работы даже. Но даже если вы хотите пойти не в Сколково, а в обычный Сбербанк, а в обычном Сбербанке вы будете, поверьте мне, очень хорошо работать и зарабатывать. И по договоренности с Сбербанком это будет зарплата не 120 тысяч рублей, это будет гораздо больше. Вот пробуйте, оплайтесь, все равно на каких сайтах просто идите и оплайтесь и работайте. Главное просто получить свою профессию на том курсе, как у нас, и все, и все дороги вам открыты. Окей, ребят, о чем мы сегодня поговорили? Первое, рынок растет, на рынке появляется больше вакансий, больше, чем на прошлой неделе. Во-вторых, у нас хорошая тенденция по большим компаниям. Большие компании активно на этой неделе нанимают людей. Amazon, Apple, Walmart, огромные компании, Microsoft, они нанимают очень много специалистов, ни одного, ни два десятка не нанимают. Еще одна тенденция. Очень много появляется компаний небольших, которые также к себе хотят специалистов нанять, тестировщиков, но они платят очень хорошо. Я вам показывал сейчас компанию, которая расположена в Южной Калифорнии, у них работает не более 50 человек, да, они платят 120 тысяч долларов к инженеру. Отличный результат. Пожалуйста, оплайтесь, даже если там небольшая компания, все равно вы можете за 120 тысяч долларов в год работать. Рынок Белоруссии и рынок России показывают устойчивый рост, вакансий появляется больше. Зарплата в среднем составляет по российскому рынку 150 тысяч рублей, ну порядка от 150 до 200. По белорусскому, по украинскому рынку у нас где-то порядка полторы-две тысячи долларов. Белорусский рынок показал рост, украинский рынок показал снижение. Но по-прежнему много вакансий, на которые вы можете оплатить. На самом деле вам многое не нужно. Хорошо, я был рад с вами поделиться информацией на этой неделе. Следите за новостями на нашем YouTube-канале, подписывайтесь, ссылка в описании. Приходите к нам на бесплатные уроки, заполняйте заявки на нашем сайте, мы вам будем ссылать бесплатные уроки, записи. Приходите на открытые уроки в прямом эфире. Мы будем следующую группу запускать в мае, с 10 мая. Но для этого нужно заполнить заявку на нашем сайте, что вам прислали ссылку, то, которое можно будет подключаться на вводные бесплатные уроки. Приходите, учитесь у нас на курсе, становитесь тестировщиком, инженером, учитесь с семьей, учитесь с женой или с мужем за одну цену. У нас так можно. И работайте в два раза больше зарабатывайте на семью, чем могли бы по одному. Хорошо, ребят, до следующей недели и до встречи на нашем канале. Всем пока.